Вот мы сейчас приближаемся к 9 авгу, и когда мы задумаемся насчет этого дня, нам очень сильно тяжело прочувствовать, в принципе, все то, что заложено в этом очень-очень травмном и очень тяжелом дне. Мы приходим и садимся на земле, молимся, очень тяжелые молитвы, мы читаем нормальные молитвы, потом добавляем кинот, который описывает о разрушении храма. И всех этих вещей, в принципе, то, что мы делаем 9 авгу, это понятно, что цель есть в том, что пробуждать в нас чувство боли, чувство ощущать чуть-чуть разрушение храма, первого и второго храма. И для этого, в принципе, и дано все посты, когда уже написано в Аллахе и в Кимарее, то, что не было Дани Брамбом, как это приводит, то, что все посты были даны для того, чтобы еврейский народ пробудился к раскаянию. Мы специально тоже читаем определенные вещи, которые, по крайней мере, ломают именно сердце человека, что помогает нам ощущать этот скорбь, который есть в этот день и привести к нам, к человеку, к раскаянию и так далее. Но при всем этом, все-таки каждый год все меньше и меньше, к сожалению, становится ощущаемым эта боль, эта скорбь, о чем, в принципе, мы и скорбим в этот великий день. Я помню, что в моем детстве еще были люди в синагоге, где когда они читали Эйху и так далее, люди еще плакали. В сегодняшний день, понимаешь, очень редко то, что увидишь кого-то, где, можно сказать, остался еще какой-то пару граммов сока, где можно именно ощущать, в буквальном смысле, вот этот боль и этот скорбь. К чему можно придать сравнение к этому всему? В сравнении с тем, что если король, у которого есть сын, и он живет в царском дворце, и этот сын, он насадился, и он понимал, что такое жить в королевском дворце, он понимает, что такое иметь эту возможность, этот луксус и так далее. В один день, когда король его из-за его плохих действий выкидывает его за королевского дворца, то сын, понятно, что ему очень сильно больно, потому что он ощущал, он понимал, он видел, что такое быть в королевском дворце. Тот момент, когда другой, как бы, сын, который, дети, скажем так, этого сына, которые никогда не были в королевском дворце, и даже если отец рассказывает об этих вещах, смотри, говорит, ты сын, ты внук короля, на самом деле был так, когда мы были, могли были быть, в принципе, в королевском дворце, и вот из-за действий, которое было с твоим отцом, мы сейчас не в королевском дворце, и ты должен знать то, что настолько там хорошо, и настолько там приятно быть там. То, чем дальше идет, на самом деле, внуки, правнуки и так далее, чем дальше идем от этого отца, как бы сына короля, чем меньше и меньше становится прийти это ощущение, осознавание, то, что, в принципе, что такое находиться в королевском дворце. Он может рассказать, он может все, но ощущение меньше и меньше становится. Мы уже, как 2000 лет, как мы у нас уже нету, приблизительно, как 2000 лет, как у нас уже нету храм, и чем мы дальше уходим, и мы становимся более материальнее и материальнее, меньше ощущается, к сожалению, вот это чувство, при этом, что мы потеряли, в чем, что нас не хватает, что нас не хватает. Но поколения до нас, они больше именно это ощущали, они больше именно это ощущали, потому что, во-первых, они были меньшими материализмами, и они были постоянно связаны с сам собой, с духовной именно реальностью, и понимали, настолько им важно, настолько это необходимо, приход Машеха, восстановление храма, и настолько далеко они не были, они все-таки были связаны с этим. Понятно тоже, чем ближе были поколения к разрушению храма, чем была боль намного сильнее и намного больше. Но для того, чтобы это ощущение, в принципе, дальше продолжалось, для того, чтобы осознавание этого всего дальше было, как мы знаем, для этого нам очень сильно помогают наши законы. У нас есть 17-я тамуза, где мы заходим уже в законах, где прекращаем уже слушать музыку. Уже это время, когда начинают уже дни приближаться к месяцу Абу. Начиная уже от Рушходыша, больше усражения, мы уже не кушаем мясо. И в Ашканастых Абай-Бичах уже не одевают новую одежду, чистую одежду и, как называется, и мясо, и вино, как мы уже сказали. И не моются в горячей воде. В Сварадском Абичах, недели, когда попадает Тишабеав, больше-больше приближаемся, больше усражаем. Приходит канун Ава, больше усражений есть, все у дома в церкви и так далее. И сам День Ава, который мы садимся уже на полу и мечтаем, и вспоминаем. И весь день абсолютно находится в этом трауре, в день, когда были разрушены первые и вторые храмы. В день, в дни, когда мы, еврейский народ, выглядим сейчас так, как мы в Галуте. И все было начато, в принципе, в этот день, 9 Аба. И Аллаха нам помогает, то, что в каждом поколении, чтобы мы этого не забывали, чтобы мы были готовились к этому. И, как говорится, человек мудреца, человек, который не в трауре, а разрушение храма. Когда придет Машиах и будет восстановлен храм, он не увидит успокоения, он не удостоится увидеть строительство храма. У него не будет удела в храме, в приходе Машиаха, во всем этом великом на празднике. Почему? Потому что человек, который не жаждует чего-то, это всегда так большое правило на юрействе, он не может уже достоиться. Человек, который не верит о будущем мире, как он может иметь будущий мир? Человек, который не верит о разных вещах, о воскрешении мертвых и так далее. Человек, Ашем, так построил то, что только вещь, к которой мы верим, оно и действительно им дается нам. Но при всем этом, то, что мы делаем, все эти вещи, нам тяжело ощущать. Так как вот этот сын, который уже его братцы, братец, 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 он был в этом дворце. И он сейчас живет уже в другом абсолютно реальности. Его правнуки, внуки уже живут в другом абсолютно реальности. И нам чуть-чуть тяжело ощущать, что мы потеряли. В чем мы можем быть? Так сильно именно хотеть приходом Ашьяха. В чем мы именно в трауре? В чем мы именно переживаем? В чем мы именно плачем? На что именно мы плачем? На самом деле ответ в этом намного, скажем так, он не настолько тяжелый. Потому что это вещь, которая глубоко-глубоко находится в каждом еврейском сердце. В каждом еврейском сердце есть момент, где он ощущает связь с Иерусалимом, связь с храмом, связь с Творцом. И, конечно же, тот момент, когда евреи именно связаны с сам собой. Конечно же, он понимает то, что да, кто-то больше, кто-то меньше. Есть люди, которые каждую ночь настают, полночь и читают траурные вещи про разрушение храма. Постоянно мы видим в халахе, как это именно распространяется, что мы делаем разные вещи о воспоминаниях храма. Но даже настолько человек, где бы ни было, всегда он связан, это внутреннее ощущение еврея. Это вещь, которую мы, наша реальность, наша душа связана с храмом. Связана с Петомикдашем, связана с Творцом. Но все-таки, наверняка, если мы посмотрим о великих вещах, которые были, в принципе, у нас во время храма, может быть, больше будем ощущать с Божьей помощью и понимать, что мы в действительности именно потеряли, что у нас в действительности не хватает. До того, как мы зайдем в чуть-чуть объяснение о всех этих вещах, в Митрешиме, в Мишне, в Эйха и так далее, нам нужно осознавать очень, мне кажется, фундаментальный момент. А именно, если мы задаем себе вопрос, являемся ли мы, как еврейский народ, является ли сегодняшний день еврейский народ в идеальном состоянии, как он должно быть? Или это просто мы находимся в таком ситуации, потому что мы... Это не все идеально, могло было быть, в принципе, и по-другому, должно было быть, скажем, должно было быть в плане, а не наводненно так, где мы должны быть, но это не идеальное состояние. Или же человек может сказать, нет, что у нас, в принципе, не хватает? Слава Богу, 70 лет назад творец подарил нам Израиль. Слава Богу, нет уже такой большой именно бедности, так как еврейский народ проживал долгое время, и в мире, и человечество, в принципе, тоже. Что у нас есть? Носить одежду, носить крыша над головой, дети, семья. Такой возможности, которую у нас есть в сегодняшний день, никогда человечество не видел. Что не хватает у нас? Что не хватает у нас? Человек, особенно, который в детстве жил чуть-чуть в другой жизни, и сегодняшний день живет в Европе, в Америке, в Израиле, где-то, он намного больше именно это все ощущает и понимает, и ценит это все. Так задает себе человек вопрос, а что не так? Что должно было быть по-другому? После этого, во время прихода Машиаха, не будет войны, во время прихода Машиаха не будет уже зло, зависть и так далее. Будет мир, не будет болезни, будет все этих великих вещей. Ну, в принципе, человек может сказать, да, это, мы уже, в принципе, нормально. Но тут приходим на очень важный момент, что мы должны осознавать, потому что без этого, мне кажется, очень тяжело понять вообще, что еще происходит, в принципе, Тишабиав. Тивя-тавава. А именно, если зададим следующий вопрос. Человек, который попал в какую-то ситуацию, где он находится, допустим, в месте или в городе, где далеко от еврейской общины. Сегодняшний день, я не говорю тысячелетиями и так далее. Сегодняшний день человек где-то, попал где-то в каком-то село, или даже находится возле города. И у него нету связи с синагогой, далеко от синагоги. Он не может приходить на шаббат в синагоге. У него нету возможности кошерной еды, нету возможности пойти к какому-то раввину, спросить законы, изучать Тору. Жить еврейской жизнью. Шабаты, праздники, послушай, шофар. Он живет очень далеко в шаббат, он не может на машине ездить. Праздников он не может ездить. И он, все еврейские вещи, он проводит у себя в месте, где он находится. Я говорю, если человек попал изначально, то человек изначально может пойти туда, но человек попал в такой ситуации. Человек молится три раза в день, праздники проводит у себя дома и так далее, изучает и так далее. И зададим вопрос, является ли это нормальным состоянием человека, еврея? Человек соблюдает все, делает дела и желания именно от Творца. Является ли это тот вещь, где еврей должен жить? Нам все понятно, что нет. Еврей он должен жить при синагоге. Еврей он должен жить приближенно именно к раввину. Еврей должен жить с праздниками в Миньяне. Он должен жить еврейским на жизнь. Если человек в действительности попал куда-то и в безвихорной ситуации и так далее, мы должны осознавать то, что это не идеал. Еврей не может жить у себя в этом месте и сказать, что я соблюдаю все, я делаю идеальным состоянием, так как должно было быть желание Творца. Певода и то, что делает это максимально, это хорошо. Но есть необходимость, мне кажется, чтобы осознавать момент, то, что мое состояние сейчас это не идеал. Да, я все делаю, но это не тот вещь, который должен быть. Нормальный еврейский народ всегда жил при синагоге. Всегда мы были приближены именно к синагоге. Всегда это было. Даже если человек может где-то в три раза молиться и так далее, и все. Но это не тот образ, который евреи, в принципе, посмотрят во всех халахот. Всегда еврей должен пойти в синагоге, если он настолько далеко живет, есть обязательства или нет. Вопросы именно к гравинам, вопросы микве, вопросы разных вещей. Мы всегда, еврей, живет всегда так. Всегда приближены именно к синагоге. Это центр еврейской жизни. Это сердце еврейской жизни. Всегда было и оно есть так. Теперь, почему я привез этот пример? В этом примере, мне кажется, мы можем ощущать чуть-чуть, осознавать этот момент, что является идеальным и что не является идеальным. Добрите, есть такое слово. Лихадхила или бедяват. Лихадхила, а именно в идеале, еврей в действительности должен жить при синагоге. Но что? Он произошел так, в действительности приехал в каком-то месте, он сейчас в каком-то село, не может оттуда выехать и так далее. Это есть идеал, где он должен быть? Это есть самый стопроцентный, где он может быть? Нет. Мы это понимаем и это ощущаем даже на сегодняшний день. Да, я должен постараться перейти и так далее. Но это сейчас не поинт здесь. Здесь именно весь вопрос осознавания этого момента. Мое состояние, какое оно? Оно идеальный? Я могу даже быть так? И это хорошо? И может так оказаться? Или нет? Идеал это что-то другое. Как тоже евре жить это что-то по-другому? Мне кажется, отдавая этот пример, мы можем понять тоже все то, что происходит с нами, с еврейским народом уже как привезительно 2000 лет. Мы живем, в принципе, что у нас не хватает, дорогие друзья? В сегодняшний день, в принципе, нигде нету такого места, где за нами бегать за изучением Торы. Изучай сколько хочешь. Соблюдай Тору. Микве делай где ты хочешь, в каждом уголке у тебя есть микве. Бритмила, шхита определенными маленькими ограничениями, но в любом месте, в принципе, можешь заказать в интернете, тебе приводят кошерную еду. Любой вещь, раввина, ты можешь позвать, он может тебя брить в мину, тебе делать с твоим сыном. Все законы, которые мы делаем, все то, что для нас было всегда, все это время, в течение человеческой истории еврейской жизни, нам в сегодняшний день очень легко. Но, это именно пример такого, этого человека, который живет еще в селе или в далеком месте от синагоги. мы именно в статусе вот этого человека. Да, мы все делаем, дорогие друзья, но это не тот состояние, где еврейский народ должен быть. еврейский народ, в идеале, он должен быть в стране Израиля, с храмом, где есть еврейские законы в этой стране. Даже мы сейчас скажем, то что да, у нас есть страна Израиля, у нас есть, кому это кажется, я не знаю, но у нас есть дом, настолько это является еврейским домом, это второй вопрос, но у нас есть страна, где мы можем вернуться. Но является ли эта страна, страна, где идут по еврейским законам? Законом, который творец нам заповедовал? Наш, чем мы еврейский народ всегда жили в голод, в изгнании, является ли страна, где мы называем Израиль, это то страна? Понимаем то, что нет. Идет определенный закон обе вода, есть, слава богу, потому что еще что-то сохранился, да, это уже политикам, мы не зайдем в этом, но понимаем то, что это не тот вещь, который Тора говорит нам. Теперь, а где же еврей должен быть? Где идеал, где желание Творца, чтобы еврейский народ, где он должен находиться? Не в изгнании, дорогие друзья. В изгнании находиться уже как 2000 лет, находиться в голод, это для нас наказание, это для нас боль и страдания, шхины и страдания всего еврейского народа. И это все, как мы уже знаем, происходило и происходит из-за наших нехороших умнопоступков. Из-за наших нехороших умнопоступков. Но желание Творца и в идеале, где должны быть евреи, мы должны быть на стране Израиля. Это наш дом. И были в истории еврейского народа, к сожалению, группировки людей, которые говорили, а, какие-то города, это наш Иерушалай. Есть этот, не дай Бог, не дай Бог, что так вас сказать. Не дай Бог. Наш дом и наше сердце, и наше место, это там, где есть Шхина Ашема, это Иерушалай. И там, где должен быть построен третий храм, дай Бог, уже в наше время. Это наше сердце. Там еврей должен жить, где соблюдается все законы, связанные с землей Израиля, где есть закон именно Торы, где есть проявление Творца в этой земле, в храмном горе, где мы видим пророков, где у нас есть тот высокий именно желание Творца, который может проявиться только на стороне Израиля. И это сам, мне кажется, фундаментальный момент осознавать именно здесь. Мой Папа дай Бог ему здоровья, он всегда говорил мне, я не знал, кто дом взял, это еврейские источники или нет, но я говорил, еврей, он тоже постарается не покупать дом, говорю, не в Израиле, потому что еврей всегда на чемоданах, может быть, придется сейчас в Машиях, если он хочет дом покупать, покупайте его в Израиле. Я знаю, что это настолько, но что-то есть в этом, то, что, это не наш дом, то, что он хочет, он хочет всегда сказать, это не наш дом, мы не можем быть приближен именно, да, еврей живет здесь, что он должен заработать, он должен делать бизнес, это, ему нужно крыша над головой, оба водой, это, мы не можем здесь, ле-ешака, то, что называется. еврейский народ подняли, спустились в Египет, да, дети, я к Вавину, мы говорим о Годе, мы не приехали туда, чтобы усесться, там жить, там все это, все наше место, и все, и так далее. Нет, нет, мы были так гости, мы приехали так, по-немецки есть такое слово, очень красивое, феррубергенд, это временно, временно, чтобы быть именно здесь. И Галут, это то, что делает уже с нами, дорогие друзья. Галут, это не то место, где еврей может жить, это не тот идеал, который еврейский может жить, и мы не можем этим быть согласным сам собой, то, что да, нам хорошо здесь, да, нам тот идеал, а слава Богу, то, что Творец сохраняет нас, и дает нам все вещи, которые он дает нам, где бы евреи не находились бы, но это не то место, где евреи в идеале мы можем противожить. Я сейчас не говорю всем о людях, это не верно, я сам же не живу в Израиле, а моя цель сказать, то, что приход Машиаха и тот реальность, который придет, и тот реальность, которая была во время первого и второго храма, это именно желание Творца. Это желание, где мы должны еврейскими нормами жить. Это так, как в нашем примере, евреи, которые живут возле синагоги, это тот идеал, в принципе, сегодняшний день, где максимально евреи могут именно себя делать, а не соблюдать там законы, где далеки. Это не полностью они в состоянии это все делать. Осознавая этот важный, мне кажется, фундаментальный момент вообще во всем понятии Иерусалима, о разрушении храма, а то, что мы скорбим не, мы не можем сидеть просто так, именно ноги на ноги, руки на руки, и все. Раньше, чем больше именно мы идем со временем, очень больно на это смотреть, но сражением меньше вещи видишь вот это ощущение, то, что вот скорбь, именно еще скорбь, люди слава богу, сейчас ощущаем то, что это чуть-чуть момент, что да, мы не можем делать какие-то опасные моменты, в эти вещи, мы не можем пойти гулять сейчас, в эти моменты, делать какие-то там на отдыхах пойти и так далее, вещи, которые, это не время, которое подходящее для этого, это время, которое предназначено концентрироваться о нашей цели, о нашем еврейской цели, кто то, что мы есть, кто то, что то, что мы этим нами есть. С большей помощью я бы хотел пару, может быть, моментов провести, чтобы чуть-чуть ощущать, чуть-чуть понимать, что мы действительно все потеряли. Мы не можем сейчас за этот один урок покрывать абсолютно все, что придет, когда придет в Машиях и какой реальностью она настанет. Это не наш урок, а урок, то, что мы с Божьей помощью собираемся сегодня сделать именно в темах, что было потеряно от еврейского народа и какой боль, какое страдание было, когда все эти вещи действительно ушли от еврейского народа. Дорогие друзья, еврейский народ всегда не выглядел так, так как мы сегодняшний день выглядим. Говорится первый мидраж «Эйхе», говорит то, что трое говорили слово «Эйха». Говорил Мошер Абейну «Эйха». Говорил «Ирмия анави «Эйха». И говорил «Ишая анави» тоже «Эйха». И говорит мидраж то, что Мошер Абейну, когда говорил «Эйха», это было в нашей недельной главе, которую мы будем читать, пороша творим. Говорил «Творец, как я могу нести ярмо этого великого народа». Мошер Абейну, когда видел в этом прекрасности, в этом поднимании еврейский народ, который получает тору, у них есть храм, шхина, шема спускается в этом мире, и он вождь этого великого имена народа. «Эйха, как я могу нести ярмо этого великого народа?» И потом попросил от Творца то, что они поставили там главы как бы над группами как бы людей. И Шаян Абейн потом приходит, дорогие друзья, и он видит еврейский народ, уже когда еврейский народ начинает во время первого храма сильно грешить, когда они уже не на таком большом уровне, так как были они во время Мошарабейну. И настолько, дорогие друзья, наши мудрецы прямо в первой Мидрош Эйха рассказывают нам, что не был разрушен храм до того момента, как еврейский народ не переступил над они отрицали единственное творца это от буквы Эйха Алев Юд вторая буква которая из Эйхи пока они не отрицали 10 заповедей которые были дали на Гарисинай они не переступили на 10 заповедей Кафф это брит миля которая была дана которую Гематрия 20 от 20 поколений после сотворения мира Аврамовину и Хей последний от слова Эйха которое является Гематрия 5 пока еврейский народ не переступил на пяти книжей Моисея и так как Гематрия Эйха 36 это 36 союзов которые были написаны Торы пока творец пока еврейский народ не переступил на все эти связи не был именно разрушен храм и как мы знаем все истории как к сожалению как еврейский народ ввел себя мы прошлом году дали уроки об этом как пророки приходили и давали у пророки еврейским народу а делал плаконстве как часто именно постоянно в пророках это проходит то что почему вы меня оставили ходите именно пророкам и лже пророкам слушайте идолов разных и так далее и как мы знаем это был один из причин разрушения храма а именно идол плаконства и было еще разврат и убийство которое влезет эти три основных грехов которые было ради чего был разрушен храм и во главе всего дорогие друзья во всем этом было что то что еврейский народ оставил говорит тор а завтра говорит Дмитрий что если бы оставили извините если бы оставили меня и не оставили тор еще было бы о чем поговорить еще что можно было бы что-то делать а тор оставили это уже говорит все это уже говорит все мы изучение тор оставили потому что пока есть изучение тор говорит творец можно еще вернуться, можно еще что-то менять. Но когда этого тоже нету, какой же надежды, что может быть? И Ишайяновы видят в действительности, как еврейский народ находится в их низком уровне, как они упали очень сильно духовно, как у них падение было духовное. И это тоже Ишайяновы говорит Эйха, слово Эйха. И потом, дорогие друзья, Эйха, который мы читаем, в сам день, Тишабява, как Ирмияновы, который видел уже разрушение храма, Эйха, Яшва, Бадат. Эйха сидит в одиночестве, когда уже был разрушен храм, и все эти грехи, и все эти действия вызвали разрушение храма. И на это идет скорбь, где в скорби находится Ирмияновы, и он пишет книгу Эйха, Мошея, Иешая, и Ирмия. И все эти трое видели разные стадии еврейского народа. И тут мы находим интересный момент. То, что Митрешаба, который является основной, как бы, комментарием на Митрешим, называемый, до того, как заходит самообъяснение в книге Эйха, он дает предусловие, которое идет на несколько, несколько страниц, которое объясняет, на что же Ирмияновы плакал, на что он сидел, и он был в этом поле. И он перечисливает всех вещей, рядом на вещей, на какие вещи еврейский народ переступил, на какие вещи они не делали не так, и от той боли, которая у него была, когда еврейский народ был наказан, и Творец выкидывает еврейский народ в ганут, в изгнание, и на почве этого говорит Ирмия, я сижу, и я нахожусь именно в скорби. Я скорблю именно вот этот, то, что еврейский народ был в изгнании, из-за их действий, действия вы знали, вызвали, то, что творец их выкинул именно из Израиля, и я на этом сижу, я на этом именно и сижу, на этом сижу, и я нахожусь именно в скорби. Один из моментов, который тут мы можем чуть-чуть, скажем так, найти в этом предусловии, на этом Митрошейха, тут есть очень интересных моментов, несколько, где Митрошим описывает нам о каких великих вещей потерял еврейский народ. А именно говорится в следующий момент, дорогие друзья, то, что после того, как еврейский народ был в изгнании, как творец изгоняет еврейский народ из Израиля, говорится, то, что еврейский народ связан с бедняками. В чем мы бедни становились после изгнания? Аниями над садыким. Мы стали бедняками от праведников. Ания мидевреневуа. Мы стали бедняками от пророков. Ания мимитсвот ума с ним товим. Мы стали бедняками от заповедями и добрых дел. Через пару слов о этих великих именно словах. Творида Митрош, до того, как мы были в Израиле и мы сейчас ушли, творец выяснил, что нас не хватает? Сейчас здесь в нашей жизни тоже момент, не дай Бог, нужно, чтобы от человека что-то забрать, чтобы он ощущал, чтобы он начинал именно ценить этого всего. Уже часто есть какие-то проблемы между друзьями или между мужем и женой. Всегда советуются маленькие паузы, чтобы ощущали действительно, а что мне не хватает? Я никогда эти вещи не замечал, я не видел этих вещей. Когда муж идет иногда в командировку на один-два дня, он сразу понимает, где же завтрак утром, где же кофе утром, где же чистая одежда, где же все. ты в командировке, жена не рядом, жена не рядом. Сейчас ощущает мужчина то, что каждое утро это не саморазумеется, каждое утро у тебя есть кофе, завтрак и так далее. Сейчас уже ценит мужчина то, что да, действительно, это настолько не саморазумеется, настолько нужно это все ценить. Когда мы ушли от Израиля, мы тогда начинаем это ценить и понимать, что мы действительно потеряли, что мы потеряли, то, что у нас нет, дорогие друзья. И с Божьей помощью, когда придет Мишьях, это будет еще много-много больше уровня еврейского народа, чем то, что было. Говорит нам Мидраш, а не меня цадыки? Цадыков уже нету, праведники. Мы понимаем величие праведников, дорогие друзья, пока праведники живы, у нас нет, с кому подойти, нам есть на что опираться. Праведники в жизни, в поколении это невероятно большая вещь. Пророки, пророки являлись, дорогие друзья, в каждом практическом доме был именно пророк. В еврейском народе было дважды больше, при выходе из Египта пророков. был миллион двести тысяч пророков, которые говорили нам, каждому еврею, где нам не справляться. Ты, мой дорогой Аби, приехал в этом мире для того, чтобы ты исправил. В прошлом году, в прошлом Гильгуле, у тебя была проблема с молитвой. Это твоя задача, сегодня в этом Гильгуле, ты спустился, чтобы ты исправил вот этот момент. Ты, дорогой Сара, ты должна исправить цедаку, ты должна исправить этот. В сегодняшний день у нас нет этого всего. Пророк приходил нам, дорогие друзья, давал нам, раскрывал нам, кто мы есть, что есть, ради чего я спустился в этом мире. У каждого еврея задача в этом мире, почему спустился. И мы в нашей жизни стараемся какими-то намеками, которые сверху Творец дает нам, и в этом галут, в этом скрытном состоянии мира, который нету человека, который связ разговора с Творцом. Мы в этом скрытном мире понимаем, думаем, о, вот это на самом деле мое стремление, это то, что я должен исправиться. А тогда, дорогие друзья, был прямой связ, понимаем, что это такое, связ с Творцом. Творец этого мира, который дал нам Тору, который создал это все, общается с пророком. Он говорит ему, иди к завтра к Моше, скажи то, что он вчера сказал Лошануру, пусть он не справится. Что можно больше, чем это иметь? Человек сегодняшний день сказал, через 2-3 какое-то время приходит у него наказание, он даже не понимает за что. Ашем дает человеку какие-то намеки, что он осознавал, и этот, но тут приходит пророк сразу же, чтобы ты был чистый, мой дорогой еврей, пророк сразу же тебе помогает. Тебе нужна определенная нужда, идешь к пророку, он молится, он тебе показывает, где тебе нужно идти, как тебе нужно идти. Это был пророк. Связ прямо именно с Творцом, связ именно разговор именно с Творцом, дорогие друзья, невероятная вещь. Это то, что мы потеряли после первого храма. Было время первого храма, в начале второго храма тоже у нас было. Но это, что мы говорим, а не ям и в время в ам. У нас нету уже, мы стали бедняками от пророчества. Это то, что мы хотим, когда придется Божьей помощи в Машеях тоже. Это есть, будет пророчество, Машея будет на невероятном большом уровне пророчества. Где будет связь с Творцом, когда Он даст нам знать, что нам делать, как нам вести, месседж, почему вещи происходят, мы бы знали, легче было бы понимать, что исправлять. Посмотрим последний год, два, полтора, что произошло в мире, в Израиле мир, корона во всем мире, бедствия за бедствиями. Посмотрим столько слушаешь каких-то мамаш, ле-ле-йма, такие-то истории слышишь иногда, волосы на дыб становятся. Если был бы у нас пророк, он бы четко ясно сказал бы, ребята, это есть от Творца и у него есть месседж для вас. Это из-за породенной вещи происходит, потому что вот-вот в этом есть именно грех. Посмотрим в книгах пророков, дорогие друзья, когда что-то не так происходит с еврейским народом, сразу же пророчество и дается нам, еврейскому народу, знать, почему творить этого делал, что от нас требуется, что мы должны исправить, когда мы знаем, мы знаем, что исправить, намного легче продвигаться в жизни, что-то делать именно правильно, говорит нам, это у нас уже нету, что у нас не хватает еще, мы, говорит, бедняки от месседж 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 мы уже становились бедняками от месседж из куча, куча многочисленных месседж дорогие друзья, которые связаны с землей Израиля, земля Израиля, евреи не охотятся в хусрарице, мы не можем исполнять в Немь Израиле, мы не можем исполнять эти заповеди, из весь книга Вайкра откроем, большинство именно, сколько именно месседж связано с храмом, жертвоприношения, праздники, ежедневные жертвоприношения, самые законные, которые связаны мигдашами, с коинами, с чистоты и нечистоты, где эти законы? Только тот факт, что у нас нету сегодняшний день, красная корова, это уже нам не дает нашему разуму понять большей секреты в Торе. Уже все неоднократно и верно слушали про Ария Кадош, человек, который удостоился мир, 500 лет тому назад, 450 лет тому назад, который жил в Цфате, который раскрыл всю кабалу, который мог выйти от человека, дорогие друзья, как сканер, мог посмотреть абсолютно все, что у него есть, какие грехи, что он делал, что с ним, абсолютно, он мог прочитать все абсолютно на лбу. Мы знаем то, что все, все действия человека все абсолютно написано все абсолютно на лбу. И он мог все это прочитать. Он знал, что человек сделал, что человек не делал. Это был Нешама, который после Танаим, после время Мишны, Ямурайм, не знает, мы не видели такого. И он объяснял пророческие вещи, которые написаны там в пророках невероятным абсолютно образом, то, что сейчас у нас с арабами и это, что еще с эти проблемы, все абсолютно все расшифровано именно в псуке. Он изучал лично с Элион Ави. Другими словами, вся каббала, которая у нас есть в сегодняшний день, это все Ария Кадоша раскрыл. Дорогие друзья, Хида, который являлся два поколения после Ария Кадоша, сказал то, что без сомнения все силы и величия, которые получил Ария Кадош, это был благодаря тому, то, что Элия Ави, который мы знаем, он является ангелом, и он иногда приходит, что помочь еврейскому народу, лично, приватно, или как к Исраилу, и он именно изучал долгое время с Ария Кадоша, то, что Элия Ави, он раскрыл место где был похоронен пепел от красной коровы от Мошера Бену и он, который Элия Ави, он, как мы знаем, является Хохеном, он сделал на Ария Кадош, он, как бы, с водой, и все он делал, как бы, этот красный коров, или красный именно пепел на него, и только из-за того, что у него был схуд иметь именно красной коровы, из-за этого раскрылся у него такие большие секреты тот факт то что у нее была возможность мы знаем пепел который было сделано от мошрабину до сих пор есть в этом мире он похоронен мы не знаем где-то или он а вы никогда пройдет перед приходом и шеха раскроет это нам и это будет пепел который будет смешан тоже с пеплом с пеплом который будет 10 красная корова который придет перед приходом и шеха и этим мы все будем очищаться дорогие друзья представляете это у нас было во время храма и этот великий величайшиеся вещи которые мы достигали там это все из-за пепла именно этого раскрытия нашего разума раскрытия всего основать осознавания на духовных вещей каббалы и и и из секретов и всего абсолютно но все это нету митсвот что у нас остался считанный митсвот на руке говорит мидраш мы уже становились бедняками бедняками от митсвот если евреи просчитают сколько у нас есть митсвот каждый день из торы я вам гарантирую можно на руке просчитать тфилин мезуза и катамазона торы из благословления что то что мы делаем это единственное что у нас есть которые говорят благословение тоже на тору на уважение родителей изучение торы буквально если мама считанный именно митсвот который можно на руке именно просчитать евреи раньше жили абсолютно на другой реальности дорогие друзья и это все было потеряно сравнивает наши мудрецы в митрешах то что еврейский народ находясь на земле израиля мы сравнивали с тому то что мы как и вы по отношению ума таула по отношению другим народом тоже ни один народ нас не мог на порабощать мы как были львы по отношению другим и тогда когда мы попали на вгалют одни от носятся к нам так как львы они относятся к нам это как именно львы это галют дорогие друзья это галют 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 где мы сегодняшний день находимся уже как 2000 лет и до этого 70 лет когда мы были в вавилонии персии и дальше идет митреш и рассказывает многочисленных вещей на и до того момента где митреш объясняет после всех разных вещей которые искал народ не соблюдал тору тору и не изучал именно тору и так далее говорит когда еврейский народ города уже отошел именно тор и какое наказание получал именно еврейский народ наказание было в этом тампе герушин творец говорил я их просто делал герушин потому что это значит я выкинул их из израиля был разрушен именно храм и все эти вещи страшные вещи которые будут галют изо всех действий еврейского народа говорит нам митреш от слова основания творца то что творец говорит и обращается к еврейскому народу смотрите мой народ что вызвал ваши грехи наши грехи наши грехи еврейского народа то что вызвал тоже я должен был бы разрушить именно храм или я должен был бы уничтожать весь мой город мне нужно было бы выкинуть еврейский народ среди других народ велешев ли и воды чтобы я должен был бы сидеть одиноким и на у себя другими словами это значит тот факт то что еврейский народ находился в израиле у нас был храм дорогие друзья и пока мы соблюдали заповеди когда мы были приближены на творцу являлся шхина присутствие творца среди нас шхина являлся в храме являлся в храме из митреш дальше который рассказывает какими шагами невероятно ты читаешь эти вещи ты не можешь остановиться от эмоций от от плачи вы иметь настолько творец его шхина уходила от 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 разных именно уровней подниматься на разные уровни и была всегда надежда то что еврейский народ именно вернется но присутствие творца дорогие друзья в храме это можно было бы ощущать там находясь там находясь среди этом великом именно месте я хочу прочитать вам мечта пиркевод который может быть нам всем известно сам реальность именно храма что давал еврейскому народу храм что было это величие говорит нам пиркевод 5 пирке 5 мечта что 10 чудес происходило с нашими праотцами в бейтом и кдаше 10 чудес посмотрим евреи даже самый который не верующий самый который очень далекий кто бы не был бы даже которым и приближенный кто бы не пришел там он возвращается полным именно светом полными на приближенности полными на любви именно к творцу просто там находиться в этом храме на горе и посмотреть увидеть присутствием на шхины в этом мире и увидеть этих вещей которые мы сейчас прочитаем первое лишь говорит нам мишна не было женщины которые у них был выкидыш от запаха кодыша представляем там было невероятно большое количество животных которые резали каждый день жертвоприношение которое было необходимость чтобы проносили сам храм в честь именно народа жертвоприношение приватные личные которые люди приносили если мы прочитаем что было во время корбом песаха дорогие друзья рассказывается там вы рассказываете за в гимаре то что в азара где было альтар где стояли где где там проносили именно жертвоприношение там было столько крови дорогие друзья от стоках именно жертвоприношения весь еврейский народ поднимался там мы все евреи поднимались три раза в году и в песах у нас было обязательство делать жертвоприношение корбом песах провести было настолько крови, что доходило аж до колен коэнов, столько жертвоприношений именно там приходило, и столько мяса, столько всего, все эти вещи, дорогие друзья, говорит нам Мишна, не было ни разу то, что женщина, у нее было викидыш, понюхал, говорит, этот запах, не всегда было так, это было именно в Песах, но в течение всего года там постоянно было мясо, там все время резали жертвоприношений, второе чудо, никогда не было то, что мясо Кодыша, святое именно мясо, значит мясо, которое понестили для жертвоприношения, что у него был, говорит, плохой запах, чтобы он был испорчен, Дорогие друзья, никогда не было такого, то, что муха полетала бы в этом месте, где были эти животные, где именно резали животных, представляем, мясо поставь 2 секунды на улице, что с ним произойдет, дом у себя поставь открытый, сколько у тебя уже этих зайдут, ничего не захотело, дорогие друзья, муха не залетала, бебейт от бахаим, не было, чудо, не было такого, что у Коэн Гадоля, у нее было семяизвержение ночью, в ночи именно Кюпура, потому что это нехорошо, плохой именно знак для еврейского народа, не было такого, следующее чудо, находясь там, представляем, это вещи, которые, может быть, видно, но мы сейчас посмотрим, вещи, которые наяву мог бы каждый евреям видеть это, как мы знаем, было там алтарь, в Микдаше, на алтаре, дорогие друзья, приносили жертвоприношения, так эти жертвоприношения, они были сожжены, они были на огне, говорит нам Мишна, не было никогда, то, что этот огонь был погасен от дождя, Иерусалай, там есть дожди, не было никогда, дождь приходит, ты видишь, то, что огонь есть там, он не может погасить огонь, который есть на алтаре, Необъясняемая вещь, необъясняемая вещь, это то, что было чудо там, дорогие друзья, это то, что нас не хватает, это то, что мы потеряли, Когда был этот алтарь, где именно приносили жертвоприношения, где именно горело все, поднимался огонь, поднимался Ашан, ни один ветер не мог убрать этот дым, который поднимался от жертвоприношения, дорогие друзья, не проходило. Рам вам объясняет то, что когда было жертвоприношение, всегда был нормальный именно ветер, Никогда не было то, что ничего, ветры никогда не могли именно сдвинуть именно с места. И во время первого храма еще был один момент, то, что этот огонь, он как столб поднимался до небес прямо, До небес ты проходил это, видел именно чудо, связь с Творцом, связь именно верхними мирами, с нижными мирами, где здесь? Друзья, как мы знаем, у нас есть духовный бета-микдаш, был связан с бета-микдаш Нижним миром. И мы не находили никакого изъяна в Омер, который принесли от жертвоприношения, И двух хлебов, которые принесли от шаббата в шаббат, которые потом кони накушали. Не было никакого абсурда, ничего плохого, какие-то червяки, ничего такого никогда не приходило. Друзья, все приходили в бета-микдаш, один из мецел, который был, мы должны были поклоняться, И что? Мы все стояли очень-очень узко в бета-микдаше, но когда проходил момент, где мы должны были поклоняться, Все поклонялись так, что у всех было достаточно места. Какая-то физическая, физика, математика, что ты можешь это объяснить? Мы поклоняемся. Как это можно? Если ты стоишь уже, у тебя тесно, как ты можешь поклоняться? Чудо. Это место не было, не именно в этом мире. Не было никогда такого, что в Иерусалиме скорпион или змея кому-то ударил или сделал какой-то ущерб. Или куда кусили, и что такое было? В Иерусалиме никогда не было такого. И последняя вещь говорит нам, Мишна, Вэлюамар адам лихавероу, никогда не было такого, то, что человек говорил своему другу, Цар ли я маком шаалим бирушалайм. Мне очень узко в Иерусалиме, и я не могу здесь, говорит, ночевать. Было достаточно места для всех, было достаточно места для всех, для каждого человека. И тут объясняется, тогда, когда поднимались в Иерусалиме, А у них говорил человек, я не могу именно здесь быть, мне узко. Да? Никогда не было такого. Люди поднимались три раза в регель. Никогда не было такого, что человек говорит, мне тут узко, мне нету достаточно места. Представляем, какое именно масса людей, какое именно количество людей, Евреев поднимался в Шалушар и Галим, Шавуот, Суккот и Песах. Мы все поднимались там. У нас есть Митсва, мы с Валерия, мы приносили жертвоприношения. Искупление наших грехов, дорогие друзья. Человек делал какой-то грех, в храме приносил жертвоприношения, и все, нет у тебя грехов. Не было ни одного момента, что еврей ночевал там, и у него были грехи. Потому что каждый день приносились жертвоприношения там, которые очищали все грехи. Мы приходили на праздники, дорогие друзья, которые у нас тоже этого нет. На праздниках поднимались. В Суккот была Симха, радость в Иерушалайме, в храме, где написано, описывают наши мудрецы, то, что человек, который не видел, что такое Симхат Беташуэва, никогда не видел настоящей счастья, что такое. Никогда не видел, что такое настоящая радость. Радость такого момента, то, что аж доходило до пророческого уровня. Йона, как мы знаем все про свое пророчество, получил именно Симхат Беташуэва. Симхат Беташуэва. А здесь момент, о котором Митреш дальше продолжает, и на этом мы закончим. Митреш очень интересно описывает нам, то, что если бы еврейский народ, вы бы слушали бы меня, говорит нам Творец, и вы бы удостоились бы всех этих барахот, которые сказаны именно в Торе. Вы будете во главой, а вы сейчас этого нету. Вы удостоились бы приходить именно в храм, делать именно жертвоприношения и праздники, и правосудие делать именно правильным образом, и по твоих тифтах, что у тебя было бы достаточно возможно, чтобы ты можешь в берегах и открытой рукой отдавать, и помочь ему, на другому человеку. И сейчас все это абсолютно наоборот. И что мы могли бы подниматься именно в храме. И дальше продолжает именно Митреш. Один из вещей тут говорит, Митреш, описав, приводим на Псуки, что в любых местах, где бы ты бы не пошел бы, мой дорогой еврей, я буду именно в тебе именно помощь. Где еврей бы не пошел бы, всегда Ашем был с ним. Всегда Ашем был с ним. Представляете, человек живет именно в Израиле, есть храм, есть Бет-Амикдаш, Ашем с нами. Ашем именно с нами, в любых именно вещах. Вы будете кушать хлеб, и вы будете именно наслаждены, есть возбудить именно насыщение. Вы приходите, говорит, в Йом-Кипур, и у вас есть очищение именно грехов. Эзла Азазель, есть коза, которая была для Азазель, для Ашема, которая приняла принадлежение, которая искуплена именно грехи евреи. Это была нитка, которой еврейский народ видел то, что от красного превращался оно в белом, это был знак, то, что еврейский народ был опрошен именно грехи, это все мы видели, дорогие друзья. Приходит Йом-Кипур, еврей, он знает, Ашем простил его грехи. Ашем простил его грехи. Говорит, этого тоже нету, мои евреи, говорит, Ашем. Я, находил обещание, которое написано, я буду находиться среди вас, и этого всего нету, вы будете по главам, и этого, к сожалению, этого тоже нету, три раза приходите по мне на Шушар-эк-Галим, этого тоже нету, вы будете счастливыми и в шалом именно сидеть в Израиле, и, к сожалению, это тоже ушло, в Песах вы будете жертвоприношения пронесить в Иерусалиме, и этого всего нету, и всех этих вещей, которые мы, к сожалению, потеряли, говорит нам, И, услышав всех этих вещей, «Эйха, иса, левады, и, ахшав шелос, захитим и сейчас то, что мы не удостоились этого всего, хере, тем кормим «Эйха, яшав, тем бадат». Из-за этого мы сейчас, говоришь, сидим и скорбим Иерусалим. Всех этих великих вещей, когда мы поздряли этого всего, мы сейчас читаем «Эйха, яшав, бадат». Тиша-биява, мы сидим и мы скорбим этих всех великих вещей. И, дорогие друзья, я закончу с тем, то, что нас эти вещи должны именно глубоко-глубоко на сердце трогать. Во-первых, то, что нет «Шхина» «Ашема». «Шхина» «Ашема» не находится в этом мире. Как это может быть? Есть Аллахот, где написано, что человек не может построить такой же дом, так как был храм. Ты можешь, как это может быть? «Ашема» нету дома. Дома здесь, в этом мире, он везде, он все, но «Шхина» его присутствует, что ты можешь, люди могут видеть его. Дорогие друзья, то написано, как «Умотта Олам» они приходили и смялись над еврейским народом. «Ах!» говорит, «Ихний творец, ихний шабатот, ихний это, смотрите, сейчас они уже вгалут». «Ах!» на этом есть нас плачь, на этом есть нас слезы. Но обязательство именно для нас, то, что надлежит, то, что мы можем делать, почувствовать чуть-чуть эту боль, прочитать «Ах!» «Ах!» желание и просьба к Творцу будет, дай Бог, что мы уже в этом году, в этом году удостоились прихода Машьяха, что мы уже не нужно будет сидеть и скорбить, и быть более, а наоборот, чтобы Творец уже превратил нас, для всего евреевского народа, дни имена в радости, и мы, что мы уже поскорее времени видели бед, гольцедек, мы видели уже поскорее времени приход Машьяха, строительство третьего храма, что мы все евреи удостоились подниматься в Израиле и соблюдать желание Творца в том полноценности, так как и желание Творца Аминькин и Ратсан. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok